это машинный лифт парковка и вон там стоят машины вверху и там вверх наверно 12-13 этажей прикольный а со стороны просто вот такое здание никакое будет у нас небольшой тур по новосибирску потому что я тут бываю в многих разных кафешках интересные новые рестораны открываются почему показать вот это называется том ям бар и только тайская кухня это в общем там ям бар очень знаменит и как я уже поняла в новосибирске здесь нужно записываться потому что столик заказать все занято и сейчас обед будь и день и очень много людей на столике заказано меню хочу вам показать здесь в общем азиатская еда кухня японская тайская здесь очень самый вкусный там ям в городе как мы сказали время работы предзаказ у них есть и и и и и и и и и Ну, естественно, я нехороший блогер. Начала все есть, ничего не сняла. Мой том-ям с креветками. Огромная такая тарелка. Ну, естественно, у нас дофига всяких травых ингредиентов. Очень вкусно. Я вообще не брала никакой остроты. И то очень много специй. Чувствуете, я шмыгаю носиком, потому что уже покашляла. Я потому что съела полочку лимонного дерева. Красотка. И подается он с рисом. Рис обычный, пресный, даже не соленый для суши, который... Здесь у меня напиток тамаринт. Но пока что мне нравится, вкусненько. Мне в России нравится выпечка. Всякие булочки, шанишки, бублики. Все есть. Хлеб со всех концов мира. Мне кажется, я становлюсь старой. Или я взрослее, потому что... Стопэ. Я не могу прочесть вот этот молодежный сленг и шрифт. Как называется? Мне дали фойер. Ну, вот это вот название. Бара. Паба. Я не знаю, где это курит кальянка. Кальянный лаундж-бар. Что тут написано? Что это за шрифт такой? Просто не въезжаю. К чему, собственно? А. Так, где мне поворачивать? А, мне еще прямо идти. Я была в кафе. Называется Крэп де Кофе. То есть блины и кофе. Это модное стиляжное такое заведение. И там такое меню было. Типа на газетке какой-то или на клетке. Ну, как будто в тетрадке клеточкой 12 листов. И это было настолько все непонятно. Я не могла вот только какой же типа шрифт непонятно разобрать. И мы с подружкой, мы с ней смеялись. Я говорю, слушай, мы стали старше или тупее? Почему мы не можем вообще въехать? То, что здесь написано, глаза разбегаются. И мы реально в меню ничего прочитать не смогли с ней. И заказ мы делали, расспрашивая у официантки, что это, зачем это. У нас в Новосибирске, я как-то видела осенью, периодически бывает мужчина, парень. Я думаю, что у него, конечно, с головой не очень все в порядке. Я думаю, все, кто в Новосибирске живет, вы видели и знаете, о чем я говорю. Есть такой парень, он зимой. Это было где-то, вот снег уже лежал. Ну, там минус 20 градусов, наверное. Он ходит в шортах, в пальто и в шапке. И с чемоданчиком каким-то. То есть фактически, или там что-то в трусах он ходит. Про него даже на НГСе была статья. Про него кто-то в интернете где-то писали. В каких-то пабликах города. Потому что парень немножко, это там, странный какой-то. Я его видела своими глазами, но как-то... Он так быстро мимо прошел, что я хотела его заснять, но у меня не получилось. Парень очень странный, в своей какой-то волне. Ну вот в минус 20, он причем такой какой-то качок. Высокий, здоровый парень такой. Но ходит он иногда вот в таком виде, даже по морозу, с голыми ногами, в ботинках и в пальто. Гуляем по парку. Кстати, новая дорожка, я еще не видела ее. Я тоже. Хоть посмотрим на дорожку. А что, мне нравится, когда никого нет вокруг. Линда, неплохо. Столько снега, столько снега. Даже грязевика слепить можно. Мне кажется, это... Фонарики кайфовые вечером. Да, мне кажется, это прикольно. Вон человек идет, живой даже. Парковка. А это правит для директора, как всегда. Слушай, а вот здесь. О, ход. Походу, мы сегодня с тобой вдвоем. У нас это персональное шоу будет. Кто в рабочий день попрется в дельфинарии. Пятницу. А вон кафешка эта. Вот здесь за решеткой и за окном чашка кофе. Вкусная. Где был вкусный бургер, помнишь? Да. Я, кстати, посоветовала одному человеку, ему понравится. Дика, неужели ты не чистишь зубки? Не раз вы чистили зубки. Эх, Дика, тебе это должно быть стыдно. У нас в Новосибирске открывается много различных кофейн. Вообще, в принципе, много локальных производителей, всех этих сетей. И вот одно из них это модное кофейне. Все, что, конечно, сперта со Старбакса. Такая же система, интерьер подходящий такой же. И, можно сказать, что это стаканчик фирменный, кофе. Много производства куда-то в кофе. Также по имени тебе приглашает. Качество кофе, конечно, супер-стар. Гораздо вкуснее лучше Старбакса. Дизайн такой интересный. Это называется сходильная кофе. Но это уница называется студенческая. У нас, например, такое оригинальное меню. Осеннее. Вообще, молодцы. Дизайн, интерьер, продуманное. Сама идея, ну, вы сами понимаете, хипстерское. Такое заведение. Вот на подоконниках можно посидеть. Подзарядочкой для телефонов. И вот видите на улице здесь. Ступеньки. Такая лавочка, чтобы посидеть можно было в теплую погоду. Но сейчас у нас снег идет. Конечно, это место паломничества студентов. Сходиться, вложить в инстаграм, поставить хэштег. О том, какой ты умный. Но кофе очень вкусно. Качество классное. Вкуснее, чем в Старбаксе. Гораздо. А в жарку кофе совсем другое. Вот я сейчас пью осеннее мини. Это у меня лавка. Тыквенный с перцем. Представляете? Реально, когда ты пьешь его, там тыквенные семечки. Они сами варят тыквенный сироп. И такой теплый вкус. Начинает жечь немножко полостиртая и горло. Потому что есть перчик. Такой на любителя, конечно. Но очень интересно. Здесь очень-очень много разных топливных интересных добавок. Так что. Я так всегда считаю, что кофе в России. У нас, в частности, в Новосибирске выбора у нас очень много. Всяких кофейных классных. И это получше, чем в Турции кофе. Гораздо. Гораздо качество. Выбор больше. Я не говорю, что в турецком стандартном кофе. Но о кофе в таком ладке, популярном мировом, то да. В России у нас с этим делать, скорее, получше. Еще видите, на машине снег. Первый. Дождь и снег. Снега-дождь. Я даже шапку уже купила. Боится. Ах. Буду наслаждаться. Что такое осень? Это небо. Плачущее небо под ногами. В лужах разлетаются птицы с облаками. Осень я давно с тобою не был. В лужах разлетаются птицы... Птиць. Дождь. Подождаться. Дождь. Дождь. Х. Дождь. 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 Субтитры подогнал «Симон»!